Беспорядочные половые связи и употребление наркотиков. Об основных причинах передачи чумы 20 века знает почти каждый. Однако цифров более чем 17 тысяч ВИЧ-инфицированных упрямо продолжает доказывать, что в нашей стране стремление к кратковременным удовольствиям оказывается сильнее инстинкта самосохранения. В общей эпидемической картине Бречино находится на пятом месте среди других регионов. На 1 ноября текущего года в области зарегистрировано порядка 1300 случаев ВИЧ-инфекции. Ситуация меняется в плане снижения темпов распространения ВИЧ-инфекции. У нас проблемной территорией остается город Пинск, 614 случаев ВИЧ-инфекции. И принятые административные организационные мероприятия Пинским госполкомам дают свой эффект, что мы снизили темпы распространения ВИЧ-инфекции на этой территории города Пинска с 46% в 2013 году до 14,6% за 10 месяцев до 2014 года. Безразличное отношение к своему здоровью – это то, что позволяет коварной болезни методично разрушать иммунную систему человека, постепенно выводя ее из строя. Как правило, за помощью пациенты обращаются на поздних стадиях, когда поддержать здоровье практически невозможно. По мнению специалистов, ВИЧ-инфекция – удел молодых. Однако в последние годы число инфицированных в возрасте от 35 и старше значительно возросло. Не менее плачевная ситуация и с лицами женского пола. Сегодня количество заболевших можно смело делить поровну, по половому признаку – 50% женщины, 50% мужчины. Соответственно, растет и риск передать смертельный вирус потенциальному ребенку. Женщина – это продолжительница, так сказать, рода. И если ВИЧ-инфицированная женщина рожает ребенка, значит, она может родить, к сожалению, больного ребенка. Хотя в этом плане тоже у нас хорошие успехи. Значит, в среднем у нас где-то за год рождается 20 деток. И практически они, ну, за единицы только больные. И то это в том случае, если мама не соблюдала те правила, которые ей говорят. Не принимала вовремя терапию, или поздно обращалась, или вообще не наблюдалась. У нас и такие есть. Сегодня единственным спасением от ВИЧ-инфекции является профилактика. Поэтому представители здравоохранения делают все возможное, чтобы каждый имел свободный доступ к фактам о ВИЧ и СПИДе. Это даст уверенность в сохранении своего здоровья и здоровья близких. А если у вас есть или возникнут причины сомневаться в своем ВИЧ-статусе, пройти анонимное тестирование на СПИД не будет лишним.